Вести Карачаева Черкесия Правительство страны приняло ряд мер по усовершенствованию пенсии. За период участия в специальной военной операции стаж для назначения некоторых видов выплат будет засчитываться в двойном размере. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Часть касается пенсионного обеспечения. За период, когда люди участвуют в специальной военной операции, стаж для назначения страховой пенсии им станет засчитываться в двойном размере. Такой же расчет будет применяться и при назначении досрочной пенсии, например, для тех, кто до мобилизации работал на крайнем севере, либо на вредных производствах. Хочу еще раз подчеркнуть. Ранее правительствам уже было принято решение, что трудовые договоры с такими гражданами не будут расторгнуты. И после воинской службы они смогут вернуться на свое предприятие, либо в компанию, туда, где они раньше трудились. Наши защитники должны быть уверены, что не останутся без работы и, соответственно, без дохода. И государство сделает все необходимое, чтобы им это гарантировать. Правительство поддержало законодательную инициативу депутатов Государственной Думы, которая касается военных пенсионеров, желающих вернуться в вооруженные силы. Для них предлагается усовершенствовать меры социальной защиты, направленные на сохранение размера получаемой пенсии, если в ходе специальной военной операции они займут должность с меньшим окладом. Редактор субтитров А.Семкин Кроме того, стороны затронули ход уборочной кампании в растеневоческих хозяйствах республики. Отмечено, что на сегодня активно идет уборка урожая и севозимых зерновых культур. В Доме правительства республики состоялось заседание региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, на котором рассмотрен широкий круг вопросов. Обсуждены вопросы предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и аварийности при перевозке групп детей. Другой вопрос, вынесенный на повестку, касался движения на железнодорожных переездах, расположенных на территории республики, и принимаемые меры для снижения аварийности и травматизма на данных участках дорог. Кроме того, обсудили готовность дорожно-эксплуатационных организаций и коммунальных служб муниципальных образований республики к содержанию автомобильных дорог в зимний период. Открытие первого в Карачаево-Черкесии исправительного центра, рассчитанного на 130 осужденных, состоялось в поселке Кавказском Прикубанского района республики. Судами все чаще применяется наказание в виде принудительных работ. Очень важно, чтобы осужденные отбывали наказание по месту жительства, так как это будет способствовать поддержанию и сохранению социально полезных и семейных связей. Такой вид наказания является важным шагом гуманизации исполнения наказаний, сказал в ходе открытия временно исполняющий обязанности начальника ОФСИН России по Карачаево-Черкесии Ромай Галиев. Данное мероприятие было в исполнении поручения президента Российской Федерации. Сейчас по всем областям общества идет гуманизация, в том числе и по уголовно-исполнительной системе. Сейчас очень актуально данный вид наказания, то есть принудительная работа. Вы сами увидели, какие здесь условия. Они максимально приближены к тем, которые есть и дома. Конечно же, это все только для того, чтобы люди по отбыванию своего наказания влились в наше общество полноценными гражданами. С 1 декабря текущего года в стране будут проиндексированы тарифы на услуги ЖКХ. Правительство России перенесло индексацию тарифов на газ, электроэнергию, водо- и теплоснабжение с 1 июля следующего года на 1 декабря 2022. За счет данного решения более полутора лет индексации тарифов проводиться не будет. Следующая индексация произойдет только 1 июля 2024 года. Предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря текущего года для населения по стране не превысит 9%. Средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц при реализации этих тарифных решений вырастет на 324 рубля. С 1 июля 2024 года на 248 рублей в месяц и с 1 июля 2025 года на 221 рубль в месяц. Вместе с тем окончательное решение об уровне индексации в конкретном регионе будет принимать правительство субъекта. ФАС России проконтролирует соблюдение утвержденных предельных индексов и не допустит необоснованного роста. Мэр Черкеска Алексей Баскаев проинспектировал ход работ в парке РТИ. Градоначальник поручил подрядчику перед завершением плиточных работ внимательно изучить, где еще необходимо предусмотреть новые дорожки. Причем подчеркнул, что их нужно прокладывать не наугад, а именно в привычных для ходьбы местах. На объекте уже установлено порядка 40 светильников, будут добавлены урны. Завершится благоустройство масштабным оселенением всей территории парка, а его границы будут окаймлены деревьями и кустарниками. Установят также и видеонаблюдение. На автопарковках появится разметка, рядом контейнер для мусора. Несколько столбов, назначение которых не определено, будут демонтированы. Строительство общественного санузла практически завершено. Узнать свой эмоциональный интеллект, разобраться в цифровой среде и продвигать в ней социально ориентированные бренды Карачаево-Черкесии. Этому и не только научились студенты СУЗов и активисты молодой гвардии «Единой России», участники отборочного тура на интенсив «Амбассадоры КЧР». Он прошел в Черкесске на площадке Центра одаренных детей в рамках нового партийного проекта «Цифровая Россия». Комментирует информацию министр цифрового развития республики Валерий Медовы. Молодежь Карачаева-Черкесской республики очень внимательно относится к проектам цифрового мира. Для этого большое значение. Мы видим, что у всех есть мессенджеры, мы видим, что все активно работают, пользуются социальными сетями. У нас сейчас подпринимается попытка приобщить их к тем проектам, которые существуют в региональных органах власти. В частности, Министерство цифрового развития ведет очень много цифровых проектов в разных направлениях. В целях повышения качества работ в социальных сетях и ведения государственных пабликов сотрудники Центра управления регионом провели обучающий семинар по теме «Модульная программа госпаблики». Организаторы мероприятия рассказали участникам семинара об основах коммуникации с обществом, особенности работы в госпабликах, а также поделились теоретическими знаниями и практическими советами. В современном мире интернет-ресурсы приобрели большое значение. Люди получают в интернете колоссальное количество информации, но она не всегда является достоверной. Семинар был посвящен вопросам правильного активного и системного введения страниц органов власти, рассказал руководитель ЦУР Карачаевой Черкесии Ахмат Апаков. В Карачаевой Черкесии к 2024 году запланировано открытие дополнительно пяти психолого-педагогических классов, где детям расскажут о профессии педагога, что позволит увеличить мотивацию к поступлению в педагогические колледжи и вузы. В целях повышения престижа и популяризации педагогической профессии в общеобразовательных организациях республики функционирует 20 педагогических классов. В учебные планы внесены модули, связанные с педагогической направленностью. Число учащихся в этих классах на начало текущего года составляет 308 человек. В Донбайе появится новый туристко-информационный центр. Главная цель нового проекта – создание площадки для консультирования представителей туристического сообщества и продвижения информации о турпродуктах курорта, поскольку центр объединит информацию о местных достопримечательностях, исторических и культурных ценностях, а также мероприятиях, экскурсионных маршрутах, транспорте и развлечениях. Об этом рассказал министр туризма и курортов республики Расул Тикеев. Донбай – это старейший и популярнейший курорт не только на Северном Кавказе, но и на территории всей страны. И, конечно же, актуальным становится создание единой сервисной службы на территории. Туристы смогут получать необходимую информацию. Информация будет достоверной. Это будет как и размещены цифровые карты, будет приложение создано к этому ТИЦ электронное. Также это будет оказание услуг. Это необходимо на сегодняшний день для того, чтобы туристы могли получать более качественные туристские услуги и, в принципе, информацию о том месте, где они находятся, и о регионе в целом. 209 539 жителей республики получили прививки против гриппа. Из них 51 700 человек – дети. В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. В процентном соотношении из-за планированных 60% привит почти 51%. Важно, чтобы людей, сделавших прививку, было как можно больше. Хотя вакцинация от гриппа не дает 100% защиты от заражения, она уменьшает риск тяжелого течения заболевания и осложнений. На базе молодежного спортклуба военно-патриотической направленности «Калибри» проводятся бесплатные курсы для добровольцев, готовых отправиться в зону проведения специальной военной операции. Здесь они могут пройти азы начальной военной подготовки, обучиться тактике ведения боевых действий и военной медицине. Об этом рассказал руководитель спортклуба Марк Кириенко. На сегодняшний день у нас два курса. Однодневный курс – это просто медицина, ну так называемая тактическая медицина, показания самопомощи и помощи пострадавшему. И сейчас мы организовали еще трехдневный. То есть это более углубленный курс, предназначенный на то, что люди не только прослушали лекцию, что как, а именно попробовали на себе. Нам всегда говорят, что процент выживания вашего максимальной ситуации равен проценту ваших навыков. В селе Джагамала Карачаевского района появится новая мечеть, которая возводится на месте старой мечети, здание которой было признано аварийным. В разные годы в этом здании размещались гидроэлектростанция, производственный цех и даже пост ГАИ. Комментирует информацию заместитель муфти от Духовного управления мусульман Карачаева Черкесии Мухаммад Хаджи Эркенов. Были плиты перекрытия, они прямо держались где-то сантиметра на два, стены начали расходиться, поэтому мы пропустили швеллер снизу, чтобы она не раздавила людей. Мы поговорили, обговорили, собрали село, говорим, это аварийное состояние, здесь уже молиться нельзя, опасно. Поэтому мы должны строить новые мечети. В связи с изменением с 1 декабря текущего года законодательства в части формы полиса ОМАЭС и перехода на единый регистр застрахованных лиц, страховая медицинская организация МАКСЭМ предупреждает, что записи с неактуальными данными могут не попасть в единую базу данных. По этой причине необходимо проверить данные полиса ОМАЭС и в кратчайшие сроки обратиться в офисы филиала. В компанию нужно обратиться, если истек срок действия временного свидетельства, изменился документ, удостоверяющий личность, требуется актуализация данных полиса ОМАЭС, а также в случае, если полис старого образца получены до 2011 года. Сотрудники госавтоинспекции продолжают мероприятия в рамках месяца безопасности дорожного движения. На этот раз они провели профилактические беседы с работниками автотранспортных предприятий Черкеска. Они не только напомнили водителям о важности соблюдения правил на дороге, но и рассказали о последствиях, которые ждут тех, кто эти правила будет нарушать. Информацию комментирует заместитель командира отдельной роты ДПС города Черкеска Ибрахим Токов. В рамках проводимого месячника безопасности дорожного движения профилактического мероприятия, которое проводится на территории Республики с 14 ноября по 14 декабря, мы посетили троллейбусное управление города Черкеска совместно с сотрудниками Ростехнадзора для того, чтобы провести беседу профилактическую с водителями троллейбусов, так как в соцсети и на телефон доверия поступает очень много жалоб от граждан, то что водители общественного транспорта нарушают право дорожного движения. Федеральные автодороги Карачаево-Черкесии подготовили к предстоящей зиме. Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения в зимний период будет задействовано 75 единиц спецтехники на территории Республики. Против гололеда заготовлено почти 25 тысяч тонн песко-соляной смеси, образцы которой уже успешно прошли лабораторные испытания. Об этом рассказала пресс-секретарь управления федеральных автомобильных дорог Кавказ Милана Тхамокова. В рамках зимнего содержания дорожники освобождают федеральные трассы от снежных заносов и лавин, очищают проезжую часть от снега, а также борются с наледями и скользкостью. Помимо этого расчищают тротуары, посадочные площадки автобусных остановок, устраняют снежные валы на обочинах, а также очищают дорожные знаки, барьерное ограждение, светофоры и направляющие устройства. Особое внимание в республике дорожники уделяют популярным туристическим маршрутам к горнолыжным курортам Дамбай, Архыз и Тиберда. В составе спецтехники – комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, роторные снегоочистители, экскаваторы, погрузчики, бульдозеры, колесные трактора и прочая дорожная техника. При неблагоприятных погодных условиях ФКУ Прдор-Кавказ призывает автомобилистов избегать обгонов по встречной полосе и резких торможений. Водителям важно быть особенно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Всесезонный курорт Архыз в Карачаево-Черкесии стал лауреатом национальной премии «Горы России». Он победил в номинации «Лучший горнолыжный курорт Северокавказского федерального округа». Победители первой национальной премии определяли путем народного онлайн-голосования. В конкурсе принимали участие 300 участников горнолыжной индустрии. Среди 29 номинаций в том числе выбирали лучшие горнолыжные курорты страны, горные отели, банны и спа-комплексы. Комментирует информацию пресс-секретарь акционерного общества «Кавказ.РФ» Татьяна Поздеева. Наш Архыз стал лауреатом первой национальной премии «Горы России». Он победил в номинации «Лучший горнолыжный курорт СКФО». Народное голосование длилось в течение осени. И мы, конечно, благодарны всем, кто отдал свой голос за Архыз. Но и еще гордимся, что в числе победителей премии два отеля, расположенных на нашем курорте. «Романтик» стал лучшим отелем «Скиинский аут». «Флора» названа лучшим отелем горнолыжного курорта Северокавказского федерального округа. Поэтому спасибо всем, кто голосовал, и всем, кто приезжает на курорт снова и снова. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. В северных районах днем порывы 15-18 метров в секунду. Температура в воздухе от 0 до плюс 5, в горах местами до плюс 12. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы 15-18 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 5 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Внимание водителям грузового транспорта. Оперативный штаб Краснодарского края сообщает. Временно ограничен проезд грузового транспорта через Керченскую паромную переправу. Исключение – грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, а также техника, необходимая для восстановления инфраструктуры и отдельные виды товаров первой необходимости. С полным перечнем товаров, разрешенных для провоза паромной переправой, можно ознакомиться в постановлении губернатора Кубани Вениамина Кондратьева на сайте администрации Краснодарского края. Для остального грузового транспорта возможностью проехать на Крымский полуостров станет оснащенный автозаправочными станциями сухопутный маршрут. Он проходит через Ростовскую область, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорога из Таганрога на полуостров займет около семи часов. Детям нужно ну очень много для счастья. Сказочные путешествия и добрый волшебник. Заколдованная принцесса, трехразовое питание с сосульками на десерт, ездовой папа и в ямку бух. А чтобы детского счастья стало еще больше, воспользуйтесь поддержкой национального проекта «Демография». Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия. До новых встреч!